Сенсорная интеграция. За сложным понятием скрываются простые вроде бы вещи. Умение ребёнка ощущать своё тело и воспринимать окружающий мир с помощью органов чувств. Простые, да не для всех. Всё большее число современных детей испытывает трудности в обучении, которые оказываются тесно связаны с моторными и сенсорными проблемами. В детском саду «Родничок» – семинар для педагогов и родителей. В мир нейропсихологии собравшихся погружала старший преподаватель Кировского государственного медицинского университета Ольга Скрябина. Встреча состоялась благодаря победе проекта организации «Наше время» в грантовом конкурсе Министерства внутренней политики области при софинансировании фонда президентских грантов. Нейропсихология – это вообще наука развития головного мозга, развития структур мозга. И она на много направлений подразделяется. И одно из направлений – это детская нейропсихология. И вот детская нейропсихология направлена на формирование или развитие тех структур головного мозга, которые не были сформированы по какой-то причине. И за счёт совмещения, скажем так, нейроподхода и формируем заодно и сенсорную систему. И сенсорная система помогает нам формировать структуру головного мозга. Причин нарушений в развитии детей несколько. Это могут быть и сложности пренатального периода, и трудные роды. Компенсация возможна. Она происходит, если для неё сложились условия. Однако часто происходит ровно наоборот. Проблемы усугубляются, потому что взрослые игнорируют сензитивные периоды развития ребёнка. Сензитивные – значит наиболее удачные для владения той или иной деятельностью. К примеру, у дошкольников младшего возраста есть период развития, когда они воспринимают мир в основном с помощью тактильных ощущений. Потрогать и ощутить гладкость яблока, взять в руки и почувствовать его тяжесть, попробовать на вкус, вдохнуть его аромат наконец. И так ребёнок должен проделать много-много раз и с разными предметами, потому что нуждается в таком познании. Вместо этого в руках планшет, а значит развивается только зрительный анализатор, тоже с ощущением тела в пространстве. Вместо бега, ползания и прыжков, пряток в укромных местах и перескакивания кочек, игры в телефоне. За счёт гаджетов у детей происходит обработка информации. Очень много зрительной информации поступает в головной мозг. И она как бы заполняется, заполняет и память, заполняет и внимание. А самое главное, она заполняет эмоциональную сферу. Эмоциональная сфера у нас, как и все структуры, она очень связана с мотивационной сферой. И то есть попробуйте точно так же интересно, вкусно, эмоционально раскрасить подачу нужной информации. Ну, в принципе, такого невозможно. То есть, да, как говорят учителя, что писать нам сейчас перед ними, да, перед детьми. Причём ведь информация, поступающая из гаджетов, она непроизвольная, да. То есть усилия воли никаких не требуется. А когда учитель вещает или воспитатель что-то говорит, эта информация произвольная. То есть у ребёнка должно быть настроено уже, настроены, вернее, те структуры головного мозга, которые будут получать, контролировать эту информацию. Снижение концентрации внимания, проблемы с памятью, неуклюжесть, постоянная потребность в движении – всё это исправляют специалисты на занятиях по сенсорной интеграции. Раньше нейропсихологов не было и ничего, росли и нормально обучались, заявляет старшее поколение. И оно в большинстве своём право. Потому что ещё каких-то 20 лет назад все подобные проблемы дети с лёгкостью компенсировали в дворовых играх. Попробуй-ка не развить терпение, если надо 40 минут просидеть тихо, спрятавшись в кустах. Внимание, если играешь в казаки-разбойники. Ловкость, если соревнуешься в классике или резиночке. Это не только дворовые игры, да, это помощь в огороде, да. Вот эти вот, например, почему дети не пишут, а вот эти вот травку полоть, да, ведь раньше все дети травку пололи, это в основном на детях было. По досочкам ходить, равновесие держать, да. Вот, то есть это, конечно же, это вот вся нейропсихология. Поэтому раньше не задумывались ни о какой сенсорике, потому что дети всё это сами получали на улице, на улице, во дворах и так далее. А сейчас ещё какой основной момент, ну не основной момент, да. Вот на море я часто езжу, ну каждый год, в принципе, да. И помню себя в детстве, когда мы по камням, по булыжникам, босиком бегали, по горячим, по холодным, неважно по каким, нам главное море, мы бежали, нам было не больно нисколечко. Сейчас на детей одевают специальные галоши, да, которые что делают? Тоже не дают возможность развиваться. Ну, центральной нервной системе, если так будем говорить. Теория, затем практика. Во что можно поиграть с ребёнком, чтобы помочь ему в сенсорном развитии наглядно? Сюжет любой, но сюжет должен быть обязательно. Так как времени не очень много, поэтому я сокращаю. Вот, то есть как это выглядит? Это выглядит так. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Вестибулярка работает? Контроль работает? Тактильность работает? Контроль счёта? Год назад я прошла обучение по сенсорной интеграции у Светланы Ревич, это израильский эрготерапевт, и таким образом смогла вообще участвовать как педагог в данном проекте. К сожалению, практики не так много, поэтому сегодня у Ольги Алексеевны, я надеюсь, получить как можно больше практических инструментов, посмотреть, как это реализуется специалистам с таким довольно большим стажем. Тактильное восприятие, положение тела в пространстве – вот главные ориентиры развития в дошкольном возрасте. А значит, укачивание младенца на руках, объятие с ребёнком постарше и обязательно качественное внимание, которое современные специалисты называют эффективным временем с ребёнком. Хотя к развивающим занятиям оно не имеет никакого отношения. Родители должны чётко понимать периоды развития своего ребёнка, занимать их тем видом деятельности, который сейчас на данном этапе является сензитивным или чувствительным. Не вводить, например, в три года в английскую группу, это мы как бы убиваем эти мозг, а именно в три года налаживать моторика, мелкая моторика, это опорно-двигательная система. Это прежде всего быть совместно с ребёнком и расти вместе с ребёнком обязательно. Полноценно общаемся с ребёнком хотя бы в течение 15 минут. И тогда вы будете много чего сформировать, в принципе, без всяких нейропсихологов и нейрокоррекций.